Дорожная безопасность С тема безопасности детей сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят комплексные профилактические мероприятия «Внимание! Дети!». В марте подобные акции прошли во многих городах Ярославской области. Одни опаздывают в детский сад, другим недалеко ехать. У третьих дети просто не любят сидеть в кресле. К подобным отговоркам инспекторы ДПС привыкли. Но ни одна не спасет во время возникновения чрезвычайной ситуации. Чтобы напомнить водителям-родителям о важности правильной перевозки несовершеннолетних, госавтоинспекция регулярно проводит акцию «Автокресло. Дети!». В марте такая акция прошла в нескольких городах, в том числе и в областном центре. В рамках данного мероприятия мы выявляем водителей, которые пренебрегают правилами перевозки детей в автомобилях. Сумма штрафа за данное правонарушение составляет 3000 рублей. Час прошел, но все горит зеленый, и никто не понял, что случилось с ним. Гаврилов Ям подошел к акции творчески. Малыши из детского сада «Солнышко» в развлекательной форме рассказали родителям о пользе и важности детского кресла. А группа активистов из родительского комитета проверила, следят ли родители за безопасностью своих детей. Мы видим, вы у нас добросовестный родитель, да? Ребеночка перевозите в специальном кресле, да? Конечно, мы хотим подарить нашу памятку. В Угличе к инспекторам ГИБДД присоединились ребята из молодежной организации «МОГУ» и отряд «ЮИД» Дома детского творчества. На месте проведения акции были выставлены специальные знаки. Проверки подверглись все, без исключения водителям. Автокресло. Это безопасность. Ваших детей. При поездке. В автомобиле. Не экономьте на безопасности своих детей. В Рыбинске сотрудники ДПС к проведению акции подошли серьезно и ответственно. Водители останавливали и обязательно проверяли наличие удерживающих устройств для ребенка. Все пристегнуты ремнями-то. Молодцы какие. Давайте мы вам за это вручим. Это отражающий элемент. Это отражающий элемент. Только что вы понимаете, мама, папа, не подводники, как они такие. Сотрудники госавтоинспекции просят родителей не пренебрегать правилами перевозки детей в автомобилях. Обязательно используй детское кресло. Ведь оно помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка. Сотрудники Ярославской госавтоинспекции совместно с Департаментом образования Ярославской области проверили региональный слет юных инспекторов движения. Как проходила интеллектуальная гонка и кто вышел победителем, расскажем в следующем сюжете. Показать мастерство вождения, разобраться в правилах дорожного движения, оказать первую помощь. Этим ребятам под силу все. В Ярославском центре детей и юношества прошел региональный слет юных инспекторов движения. На слете присутствуют у нас юные инспекторы дорожного движения со всех уголков Ярославской области, в том числе из областного центра. Данное мероприятие проводится с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и популяризации движений отрядов юных инспекторов дорожного движения. Программа подготовлена насыщенная. Открывает мероприятие концерт, где гостям в развлекательной форме в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Основное событие – командная квест-игра, по результатам которой были выявлены самые активные и осведомленные ребята из отряда ЮИД. Победителем стала команда отряда ЮИД Белосельской средней школы Пашихонского района. Автолюбители, а вы давно обращали внимание на состояние своего номерного знака. Ведь сейчас весна, и из-за слякоти на улице они могут забиться снегом и грязью и перестать быть читаемыми. Обратите на это внимание, ведь с наступлением весны в Ярославле начинаются рейды ГИБДД по появлению автомобилей с нечитаемыми номерами. В этот раз плановое мероприятие прошло в Ленинском районе. А там много ли было нарушителей и какую ответственность придется им понести, сейчас узнаем. В Ярославле инспекторы ДПС провели очередной рейд по выявлению машин с нечитаемыми номерами. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, многие позаботились о чистоте номеров. Но попадали среди автомобилистов и нарушители. Ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей административного кодекса 12.1.2 и предусматривает административное наказание в виде предупреждения либо административного штрафа в размере 500 рублей. На первый раз все автовладельцы получили простое предупреждение. Но самые ответственные сразу после замечания очистили номерные знаки. Водители к проведению подобных рейдов претензий не имеют. Недовольство вызывает другое. Рейд проведен правильно, но учитывая состояние наших дорог грязных, дырявых, то есть можно номер протереть, к вечеру он будет грязным. Данное мероприятие проводится на регулярной основе в летний, осенний и весенний периоды во всех районах города Ярославля. Алкоголь или жизнь? Проблема нетрезвых водителей на дороге стоит очень остро. Даже риск получения уголовного наказания не останавливает горе водителей. Чтобы обезопасить дорожную обстановку, сотрудники госавтоинспекции провели в районе резинотехника профилактическую операцию под названием «Бахус». Останавливали все проезжающие машины, без нарушителей не обошлось и на этот раз. Подобные рейды регулярно проводятся во всех районах города Ярославля. На территории Рославского района проведено профилактическое мероприятие. На выявлении водителя в состоянии опьянения остановлено более 300 автомобилей. Выявлен один водитель с признаками опьянения, который направлен на медицинское свидетельствование на антологическое учреждение. По результатам свидетельствования будет принято решение по автомобилю. Всероссийское общество автомобилистов проблемы нетрезвых водителей обеспокоено не меньше. И чтобы изменить ситуацию, представители Ярославского отделения присоединились к рейду сотрудников ГИБДД. Они активно призывали автолюбителей не молчать о замеченных случаях вождения в нетрезвом состоянии, а сообщать о них. Подобная совместная акция была первой в этом году, но в дальнейшем представители общества планируют участвовать в таких мероприятиях как можно чаще. Цель данного мероприятия – привлечение общественности для решения задач, связанных с профилактикой безопасности дорожного движения. За этот рейд мы раздали более 100 листовок с напоминанием водителям, чтобы сообщали о нетрезвых водителе за рулем в дежурную часть. О важности соблюдения правил дорожного движения и осторожном поведении на дороге знают все. Особенно это касается водителей. Но, как показывает практика, не все автомобилисты ездят по правилам. О последствиях таких поступков рассказывает начальник отделения следственной части следственного управления УВД России по Ярославской области Марина Соколова. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий остаются практически неизменными. Это несоблюдение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение правил обгона и выезда на встречную полосу, нарушение правил проезда пешеходных переходов и правил при проезде перекрестков. Несоблюдение скоростного режима регулярно оказывается главным фактором, который приводит к неприятным последствиям на дороге. При выборе скорости движения водитель зачастую не учитывает дорожные условия, такие как наличие нерегулированного пешеходного перехода, приближение к перекрестку, погодные и метеорологические условия, малоутешительная статистика и по количеству ДТП, спровоцированных нахождением водителей в состоянии опьянения. Научно доказано, что при алкогольном опьянении ответная реакция на внешние раздражители по времени увеличивается, водитель не способен правильно оценить дорожную обстановку и своевременно среагировать на нее. Это же относится к водителям, чей стиль управления предполагает высокую скорость. Это так называемое агрессивное вождение, за которое уже не раз предполагалось вести ответственность на законодательном уровне. Невнимательное отношение водителей к другим участникам движения, в том числе пешеходам, особенно детям, и поверхностное наблюдение за дорожной обстановкой, игнорирование сигналов светофоров, особенно попытки проскочить перекресток при смене сигналов светофоров, приводят к печальным последствиям на дороге, и которые зачастую стоят жизни и здоровью людей. Примеры нашей программы «Патруль 76» смотрите каждую субботу утром. На этом у меня все. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. КОНЕЦ